Приятно, да, мне приятно, что кто-то интересуется моей биографией, то есть, ну, она, не знаю, она, с одной стороны, довольно заурядная, с другой стороны, в общем, я много чего, честно говоря, наделал в жизни, вот, и это может быть даже когда-нибудь в каких-нибудь я своих материалах напишу. Ну, я, родился я в славном городе Воронеж, вот, в Советском Союзе. Мой отец, который родился в селе Пляшева возле Берестечка, он был первым жителем села, который, это была и Польша еще, то есть, он учился еще в польской школе, потом в советской заканчивал. Значит, он был первым человеком, получившим высшее образование в Пляшеве, и одно время его фотография даже висела в музее Пляшевском, но потом ее убрали. Он закончил Львовский политехнический институт, вот, и был по распределению направлен в Россию, то есть, он оказался в Тамбове, если не ошибаюсь, в каком-то военном, на военном радиопредприятии, вот. Там он познакомился с моей мамой, и я родился в Воронеже. Но отец всегда хотел вернуться в Украину, и он сделал все для этого, то есть, я в возрасте одного года уже оказался в Черновцах, где пошел, вот. Вот, а отец пытался работать в университете. То есть, он искал, как бы, возможности найти какую-то работу и жилье и так далее. В общем, в итоге мы оказались в городе Ровно, где я прожил прекрасные 20 лет, вот, почти. Значит, я там закончил школу с английским языком и гидротехнический факультет местного вуза Украинской института инженера водного хозяйства. Вот. Я гидротехник по образованию. Это, это, Вровно, это образование практически всех людей, от милиционеров до руководителей власти. Вот. Это такой базовый, значит, базовый факультет. Причем именно гидротехники, в первую очередь. То есть, это такой, вот, элитарный, я бы даже сказал, вот, в те годы. Ну, это давние годы. Это расцвет застоя. Кстати, вот, я могу сказать, что, вот, несмотря на то, что я учился, как бы, при Брежневе и при афганской вот этой вот авантюре, физику и математику мне преподавали по-украински. Мой папа был преподавателем, и он преподавал электротехнику по-украински. То есть, в общем, это все было непросто. То есть, украинский, мы очень любили украинский язык, и я, как человек из смешанной семьи, я с удовольствием пользовался двумя языками. То есть, я и украинский для меня, это родной язык, и русский родной. И сейчас я сохраняю, вот, возможность поддерживать эти оба языка. Для меня никогда не было вопроса перехода с языка на язык. Я всегда добавлял. То есть, я потом добавил английский, потом польский немного, так сказать, насколько смог. И я доволен тем, что у меня вот сразу несколько языков рабочих. Я их всех поддерживаю. Вот я, как я пишу, что... Пишу я в основном по-украински, говорю по-русски, а читаю по-английски. Вот так у меня распределилось. Вот. Значит, я закончил институт, потом я вернулся на некоторое время в Россию, работал в КБ радиосвязи. Просто я радиолюбитель был, так сказать, по увлечениям. Гидротехникой я как профессией практически не занимался. Я работал в КБ радиосвязи. Я знаком с тем, как выглядит радиоэлектронная, в частности, военная промышленность, которая в России до сих пор. Поэтому я знаю прекрасно, что у них в ракетах стоят блоки, которые мы еще, наверное, паяли. Вот. А может и раньше. Ничего там не изменилось и никаких шансов на изменения там нет. Так. В общем, но опять же, Советский Союз начал разваливаться. В магазинах ничего не было. Это была перестройка была как раз. В общем, такое веселое время. Вот. И я воспользовался шансом и переехал в Минск, куда поступил в аспирантуру. Поступил в аспирантуру по своей профессии. То есть я занимался гидродинамикой, гидродинамикой сооружений гидротехнических. Вот. Я написал диссертацию, связанную с малыми гидроэлектростанциями. Вот. И даже представил ее в совет. Но в это время Советский Союз распался. И все диссертации утверждались в Москве. И из Москвы пришло письмо. Мы теперь не знаем. Типа, к вам мы не имеем отношения. Обращайтесь в свой белорусский ВАГ. А в Беларуси никакого ВАГа, естественно, не было в то время еще. Вот. А я, значит, моя жена училась, заканчивала, закончила уже к тому времени белорусский университет. Мы с ней вместе путешествовали. Она тоже из этого. Мы еще с Ромой вместе, так сказать, путешествовали. Вот. И я решил, что раз Советский Союз уже распадается окончательно, мы решили вернуться в Украину. То есть я очень хотел оказаться в Украине. Я не видел себя за пределами. Я считал, что Украина самая перспективная передовая страна из всех. Я очень рассчитывал на то, что Украина будет либеральным государством, рыночным, что здесь наконец-то расцветет, так сказать, предпринимательство, и все будет как надо. И поэтому я вернулся, организовал предприятие небольшое свое. Вернее, сначала я присоединился к существующим ребятам. Мы занимались интернетом. В частности, мы делали провайдеров. Вот первая компания-провайдер интернета, региональный такой, один из первых в Украине. Вот. Я в этом участвовал. Потом у меня было свое совместное предприятие с англичанами. Я потерпел полный крах как предприниматель и бизнесмен. Я в этом смысле опытнейший, так сказать, человек насчет того, как провалиться в бизнесе. Я сделал все ошибки. Вот какие можно сделать, я сделал все ошибки. Это стоило мне больших денег. Вот. Но, тем не менее, как бы я не жалею, потому что это был жуткий такой период странный, когда можно было делать, что хочешь, и получать неожиданный результат. Вот. А закончилось это тем, что я оказался в Англии, пожил там некоторое время. И там я пытался организовать продажу в Украине английских журналов. Вот. Профессиональных изданий разных для профессионалов. Тогда спрос был большой. Но, к сожалению, уже в то время в нашу страну практически ничего нельзя было завести с выгодой. То есть. И мне подсказали, а зачем ты покупаешь журналы в Англии и продаешь их в Украине? Делай в Украине журнал. И я, вернувшись в Киев, я организовал со временем журнал «Интернет-UA» вместе с моим другом Славиком Мангером. Вот. И мы издавали с ним вместе журнал «Интернет-UA». Это был первый журнал на бумаге об интернете, чисто об интернете в Украине. Он выходил несколько лет в бумаге, потом он в виде сайта. Он, наверное, до в виде сайта даже до сих пор существует. Я был главным редактором, соучредителем. Вот. Но потом я так или иначе ушел в журналистику. Я начал много писать. Путь в новости мне открыл агентство «Интерфакс-Украина». Я некоторое время работал там редактором политического отдела. Вот. Как я люблю иногда пошутить, я один из немногих, кто редактировал Олену Притову, когда она была еще журналистом. А теперь она крупный деятель медийного мира. «Интерфакс-Украина». Вот. Я поработал в «Интерфаксе», потом в некоторых других изданиях. А, значит, потом как бы журналистика, естественно, в Украине начала потихоньку, так сказать, занеподаты. Вот. И я оказался в датской компании, IT-компании. Я занимался маркетингом. То есть я пользовался. Ну, язык, в общем, меня выручал английский. И вообще моя как бы эрудиция определенная. И опыт бизнеса. Мой опыт. Вот. Он очень помогал. Я поработал некоторое время в датской IT-компании. Вот. Потом снова оказался в медийном мире. На телевидении немножко мелькнул. Вот. И в 2008 году я присоединился к коллективу «Радио Свобода», к киевской редакции «Радио Свобода», где я возглавил онлайн активность. То есть мы делали сайт, создавали этот сайт вместе с коллективом в Праге. Я был главным редактором сайта. Вот. Но потом через довольно быстрое время я понял, что наши взгляды на журналистику и наши взгляды на перспективы развития различаются очень сильно. Меня мало интересовала пропаганда. Украинские медиа становились, даже международные, они становились все более частью пропагандистской системы. Вот. Я поработал еще немного в Британском совете, тоже занимался их онлайном. А потом чисто ушел во фриланс, по сути. То есть Майдан я встретил уже человеком без определенных занятий. Вот. Я писал блоги там, писал какие-то статьи, публиковался очень, довольно много публиковался. У меня даже во время Майдана вышла заметка в «Таймс» лондонском. Вот. Потом я писал на сайты англоязычные, там вот статья, посвященная событиям на Донбассе, она даже была признана лучшей статьей недели на сайте, англоязычном сайте, который в Праге выходит. То есть я как бы, в общем, погрузился вот в такую фрилансерскую журналистскую активность. Я завел свой собственный проект, называется он «Весткар». «Весткар» – это дайджест новостей. Сначала я делал его как сайт, а сейчас это рассылка, то есть это мое основное такое постоянное регулярное занятие. Я выпускаю каждый день дайджест новостей. То есть рано утром человек, который подписался на этот дайджест, получает в почту отобранные мною вручную новости на украинском языке. То есть из украинских и международных источников. То есть я гарантирую, что это как бы то, что надо знать. То есть я не преувеличиваю роль и значение новостей. Я считаю, что новостей в Украине практически нет. Этот рынок у нас умер вместе с журналистикой. Но человеку для того, чтобы ориентироваться в том, что происходит, надо просто понимать картину. Вот для того, чтобы человек, который занимается делом, зарабатыванием денег, не тратил время впустую, сидя на новостных сайтах, отыскивая, что там есть полезного. Вот эту работу делаю я. То есть я отбираю, делаю эту фильтрацию и высылаю это все по почте. То есть любой бесплатно может подписаться и читать. В телеграме есть, у меня в моем телеграм-канале есть ссылки, там все необходимые. То есть можно подписаться. Весткар, милости прошу. Я также где-то с 2012 года занимаюсь изучением медиа. Медиа вот как вида деятельности человеческой. То есть я хотел разобраться, почему мы пришли к такому жалкому состоянию медийного рынка. Чем это вызвано, почему мы не можем развивать медиа полноценно. А отсюда естественным образом я перешел к изучению вообще человеческой деятельности. Потому что медиа это лишь один из видов. А что происходит на этом рынке, в этом виде деятельности, определяется общими тенденциями, общими процессами, которые идут в обществе. И здесь я как бы начал изучать вот австрийскую экономическую школу. Я начал изучать труды Мизеса, Хаека, Ротборда и всех прочих классиков, вот это близких к австрийской школе. И так или иначе перешел на основу либертарианства, как системы взглядов, непротиворечивой, последовательной системе взглядов, которая позволяет очень трезво оценить, что происходит и понять движущие силы того, что происходит. То есть в этом смысле я могу сказать, поделиться, так сказать, таким ощущением, что вот когда я более-менее познакомился с основами, вот с этими теоретическими основами, куда, кстати, меня привел Владимир Золотарев, мы тогда не были знакомы, но читая его тексты, я, собственно, к этому обратился. Я могу вам сказать, что я вот за все время, вот 50 лет я пожил к тому времени, там даже больше, я впервые понял, что я чему-то научился. Вот все, что я знал до этого, это были всего лишь какие-то отрывочные сведения, то есть какие-то прикладные вещи, да. То есть я был профессионалом, специалистом в каких-то вещах довольно разнообразных, но я только вот после 50 я понял, ну, собственно, как работает мир. То есть это феноменальное открытие. Я просто хочу вам сказать, что ничего подобного в жизни я не переживал. То есть вот я очень надеюсь, что я это передам, так сказать, тем, кто меня слушает, вот своему сыну, который сейчас работает в сфере программирования в Варшаве, живет в Варшаве. Я очень рад, что он занялся, так сказать, такой деятельностью. Вот, и я с ним делюсь активно вот этими своими наблюдениями, соображениями и очень надеюсь, что ему это поможет. То есть ему еще нет 30, а он уже это все слышал. А я ведь услышал это только, когда мне было уже гораздо больше лет. И, слава богу, сегодня человек может избежать вот этой индоктринации марксизмом-ленинизмом, через которые я прошел. То есть они, правда, никакого на меня не оказали влияния, еще только усилили мой скептицизм по отношению к СССР, коммунизму и социализму. Вот, но я потратил на это уйму времени, вынужденно. То есть меня заставляли это изучать в школе, в институте там и так далее. Вот, сегодня современная молодежь может, слава богу, быстро переориентироваться и сразу начать знакомиться именно с той литературой, которая действительно откроет им картину мира. И вот моя задача сегодня – это вот просто подтолкнуть людей к тому, чтобы они начали думать. То есть я не даю ответов каких-то или там не пытаюсь давать ответов. То есть я просто пытаюсь сказать, что даже очевидные вещи, которые вам кажутся понятными и простыми, требуют размышлений. То есть это раз. И второе – необходимо критически относиться ко всему, что вы читаете и слушаете. Это второе. И третье – необходимо строить логические связи. То есть надо понимать, откуда что происходит. То есть у всего этого есть довольно понятная, непротиворечивая, логическая основа. Эта основа – это либертарианская система взглядов. То есть анархокапитализм. Для того, чтобы более быть четким, так сказать, сегодня, в связи с тем, что либертарианцами сегодня называют себя все, кому не лень. Вон, даже министр финансов Украины называл себя либертарианцем. То есть сегодня надо понимать, что, в общем, речь идет об анархокапитализме. Вот эта система взглядов, она открывает двери к пониманию того, как устроено. Продолжение следует...